Пряма является наивысшей целью. Но также мы можем достигнуть Господа. Как мы можем достигнуть Кришна Пряма? Мы всегда должны находиться в общении с Адом. И что? В его обществе вы должны практиковать Бхакти. В контексте Капилла Дэва он сам говорит своей матери Дэва Кути. О славе Садусанге. И вчера мы немного начали эту тему уже. Капилла Дэва Кути. Капилла Дэва Бхагаван. Он дает наставление своей матери. И он говорит. О мама. Всегда находись в обществе саду. И обсуждая могущественные ливы Господа. Вся Харикатха Господа, она полна сладости и блаженства. Но здесь говорится. Это Харикатха. Мы также слушаем Татва Катху. Если слышать очень много Татва Катху, то сердце станет очень жестким. Но если вы будете слушать много ливы Катхи, то вы сможете стать Сахаджием и Вишвачеков Артихват. В своих комментариях он объясняет. Так же как река течет между двумя берегами, между двух берегов, она делает так, что ум становится сосредоточенным. А Лила Катха, она делает сердце, грубо говоря, мокрым. В двенадцатой песне описываются Лилы Господа. И вы должны слушать двенадцатую песню. Когда вы слушаете в то же время и Татву Катху, тогда ваш ум, он постепенно успокаивается. И вы должны слушать, как Кришна поднимает Гирирадж. Как Кришна, он танцует на головах калии. Вы также должны памятовать эти Лилы. И как Кришна, он проводит раса Лилы с Гопи. И со всеми этими расами сердце, оно становится увлажненным, пропитанным этой расой. И таким образом, слушая Харикатху, и не просто слушая, а служа Харикатхе. То есть, когда вы ее слушаете, на самом деле, вы служите ей. Бхактия, это значит служение. И Харикатха, которую вы слушаете, Это значит то, что напрямую относится к Бхактии и Кришне. Если вы слышите с верой, с Ашрадхой, Тогда это очень здорово. Это принесет наилучие результаты. Но если кто-то слушает Тама, Сараджи, Сика, Тогда, так или иначе, Они слышают Харикатху. Но кто квалифицирован для Бхактии? Те, у кого есть Бхактии, у кого есть Шарадха, разумяюсь. Он дает определение Шарадхи. Оставь Кармугьяну. Служи в Раджан-Зринандзу Нищема Сундури. Это является самым главным. Если у вас есть такая сильная вера, Что мне необходимо только служение Шарадхи Кришне, Если вы поймете, что нет необходимости в карме, гьяне и йоге, И что вся деятельность этого материального мира Также является незначительной. Если вы поставите на первое место служение Шаре Кришне, Тогда вы сможете быстро прогрессировать на пути Бхактии. Допустим, если у вас есть 100 рубий, То, значит, автоматически там, конечно же, есть у вас 50 рубий. То есть, если у вас есть 100 рубий, Значит, вы легко можете сказать, что у вас есть 50 или 20 рубий и так далее. И если вы принимаете прибежище у Шаре Кришны, Тогда автоматически туда входят все другие блага. Если вы служите Кришне, то все нежелательные желания уйдут из вашего сердца. Желания Камы, Мокши и так далее. И первое это Сады на Бхакти, Следующее это Рхава Бхакти. И в конце концов приходит Прямо Бхакти. Камши оставить Ассоциангу и начать совершать Дагод Бхакти. Прямо Бхакти. Прямо Бхакти. Субтитры делал DimaTorzok 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 Как уже вы можете избавиться от долга перед своей матерью? Но Бхагаван говорит, оставь все и просто предайся мне. Нежели ни о чем и просто предайся мне. Мне нужно мне. Дишина, я не хочу приклеить это. Это два слабая. Это из Бханаш Мадхиварма. Да что? Акиньчан. На Кинчана значит? а кинчана значит значит принятьший кришну целиком полностью предаться ему то есть у вас не должно быть ничего только шире кришну оставь значит вера у вас не нужна никакая другая вера вы должны верить в господа вы должны совершать ему служение потому что никто в этом мире никогда не будет счастлив вашим служением никто не будет удовлетворен они просто будут пить вашу кровь и в итоге конце концов они так и не будут удовлетворены вами вы сами можете испытать и на своем собственном опыте чтобы вы не давали материалисту он будет хотеть больше и больше он никогда не будет удовлетворен и все в этом мире они просто пьют вашу кровь знаете как животные особенности насекомые есть такие кровопийцы эти кровопийцы они не оставят у нас пиявки которые они бывают как бы вы ни тянулись они просто впиваются в вашу кожу и не могут оставить вас если вы даже посреди и разрубите его все равно половина вот этого тела она будет оставаться присасанной к вашей коже и будет пытаться до сих пор пить вашу кровь вы называете их своими друзьями называете своими членами своей семьи но по сути что происходит они просто пьют вашу кровь и все члены вашей семьи бхагаватам говорит они внешне только решили это ваши друзья но на самом деле они воруют вас они воруют вашу духовность и они полностью выпивают вашу кровь и затем что они делают они просто выбрасывают вас и материальный мир он именно таков а в старом возрасте что делать уже будет поздно но если однажды пригодитесь к господу тогда вы не будете на чем нуждаться читание череда где кашиндазского врага с вами он говорит кришна является единственным поклоняем божеством и он полон бактова цели у него так много привязанности к своим преданным бхагаван он по сути ни в чем не нуждается но он всегда принимает все от своих преданных если даже если у вас нет денег что вы можете предложить господи вы можете взять гангаджал воду ганги и листочек туласи и предложить это бхагавану ведь бхагаван он сам говорит я отдам тебе всего себя если ты будешь делать это если вы будете поклоняться полу богам и богиням и один полу бог будет говорить вам почему ты предлагаешь что-то другому полу богу а мне чего ты не предлагаешь допустим вы предлагаете какие-то цветы калия тогда другая будет расстроена вам и кришна он говорит что на самом деле все полу боги и богини они являются моими слугами поэтому просто поклоняйся мне поклоняйся мне и стань моим преданным если вы однонаправлены всегда таким образом мы должны полностью предаться богу именно однонаправленным саранагати и акинчана есть одна особенность ахма самарпан предание души а 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 вы должны принять то, что благоприятно для Бхакти, и то, что неблагоприятно для Бхакти, вы должны отвергнуть. У вас должна быть вера в этот процесс. У вас должна быть полная убежденность в том, что Кришна является вашим защитником. Вы предлагаете Ему свою душу. Карпане, значит, вы очень смиренные. В этом смиренном настроении вы предлагаете молитву Господу, предлагаете ставу и студию. Смотрите, Кришна, он сам говорит. В этом мире Богован говорит, «Я сам принесу Тебе на руках то, что Тебе необходимо в этом материальном мире». Вы иногда думаете, кто же накормит меня, кто же беспокоится обо мне. Сидар Гасвами падал, он говорил в одной из своих катхин, и человек говорит, что он так же рассказывал, в своем уме один человек думал, я оставлю этот материальный мир, отправлюсь в Алиндаван совершать баджи, потому что в этом материальном мире так много страданий. Я размышляю таким образом. Через некоторое время, так или иначе, он женился, и у него появился сын. «Потому что после свадьбы у нас появляется еще больше привязанностей». «Оставить их все». И неожиданно его супруга, она умерла. И ребенку было шесть месяцев. Я думала, а что же делать теперь с этим ребенком? Теперь еще более сложная ситуация. Если бы я ушел, хотя бы мать, она беспокоилась бы о ребенке. А теперь ее не стало, и кто же теперь позаботится о ребенке? Как же теперь я смогу уйти? Сколько же лет мне придется заботиться об этом ребенке? И только после этого я буду способен выбраться из сансары в круговорот рождения и смертей. И после этого он подумал, нет. Господь, он защитит его. И думаю, таким образом, он оставил этого, может быть, трех-четырех месячного ребенка. И он ушел в Риндаван. Он ушел в Риндаван и в его уме что было? Только ребенок. Так или иначе у него была привязанность к нему. Он думал, боже мой, может быть, он там чувствует жажду или хочет кушать. Кто же побеспокоится о нем? Может быть, он там упадет случайно. Вдруг что-то плохое случится с ним. Он шел, было уже темно, была ночь. Он шел в Риндаван, но в его уме все мысли были только об этом ребенке. Такая была у него привязанность. И так уже была практически Брахмама Курта. Он принял омывение. И после этого он пошел в какую-то пищуру повторять мантру. Он подумал, наверное, мне нужно вернуться домой. И когда ребенок подрастет, тогда я уже отправлюсь в Риндаван. Или хотя бы, может быть, я кому-то отдам этого ребенка. И тогда уже я отправлюсь в Риндаван. Он думал таким образом. О, мой ребенок, наверное, там очень горько плачет. У него была очень сильная привязанность к нему на самом деле. И в этот момент он увидел, рядом была птичка. Она сидела в гнезде. И мама птица, она улетела для того, чтобы принести какую-то еду. И маленький птенчик, он вылупился из гнезда. Он был еще совсем маленьким, только он родился. И начал дуть ветер. И этот маленький птенчик, только что рожденный, он выпал из гнезда. И он начал говорить, чи-чи-чи-чи, чирикать. И ребенок, этот маленький птенчик, он открыл рот и задрал голову. И другая птица, она подлетела и положила ему в крови какую-то другую, какую-то еду. И затем она подняла этого птенчика и положила обратно в гнездо. И он подумал, для того, чтобы защитить маленького птенчика. Господь, он вдохновил в сердцах двух этих птиц, одну накормить его, а другую вернуть его обратно в гнездо. Даже две птицы позаботились о нем. Почему же я до сих пор беспокоюсь и думаю, что о моем ребенке никто не беспокоится. Никто не позаботится. Это называется Сарма Самарпан. Полное предание. Окинчина. Когда вы полностью предаетесь всю свою душу. Предаетесь всей душе. Когда ваш ум переточен только лишь на боговом баджине. А иначе вы находитесь здесь, а думаете о своем доме. Но когда вы находитесь дома, допустим, ваш брат, он думает о вас. И кто получает плод. Вы понимаете, что я говорю? Вы здесь, во Вриндаване. Но вы не думаете о Вриндаване. Вы думаете о своем доме. А тот, кто в вашем доме, они думают о мой сын, он во Вриндаване. Совершает баджин. Там прекрасная емуна. И таким образом получается, что члены вашей семьи, они памятуют Вриндаван. А вы, находясь во Вриндаване, памятуете свой дом? Но нет, вы должны оставить все. Вы должны оставить все привязанности. Памятовать Говинду. И в таком настроении совершать баджин. Время уже подходит к концу. Но я хочу рассказать еще одну историю. Яндай рассказывал эту историю. Может быть, вы уже ее слышали, а может быть и нет. Смотрите. Иногда я слышал во Вриндаване эту историю. Когда я приезжаю сюда, какой-то человек рассказал мне так или иначе. Был один лодочник во Вриндаване. Он был очень бедным. У него не было денег, ничего. У него жила одна дочка и один сын. И он работал лодочником. И зарабатывал небольшие деньги для того, чтобы поддерживать свою семью. Его дочка начала подрастать. И нужны уже были деньги для того, чтобы подать замуж свою дочку. Но денег не было вообще. И тогда, рядом с его деревней, был один богатый человек. И этот лодочник сказал богатому человеку. Мне нужно три тысячи рублей для того, чтобы женить свою дочку. И дать ее замуж. Можешь мне занять, а в течение трех лет я постепенно буду отдавать тебе. Я лодочник, я потихоньку буду копить деньги. И потом через три года отдам тебе всю сумму. Небогатый человек вам сказал. Ты знаешь, сейчас говорили йогой. Может быть, люди зачастую не следуют тому, что они говорят. Ну смотри. У тебя же есть какая-то земля. И если ты не заблатишь мне, то я соберу твою землю. Давай так. Подпишем бумаги. И так иначе этот лодочник, он копил понемножку деньги. И на самом деле через три года он выплатил себе столько. Если бы что-то спросили, он всегда отвечал. Все знает из Нурмачандра. И через три года он пришел, этот бедный лодочник, он пришел к богачу. Он сказал, давай мне обратно бумажку, и я подпишу ее. Он написал, что он получил три тысячи рублей. И его земля, она больше не была под риском. А родственник сказал, ну и Рам Джуа, он все знает. Им богатого человека, он всегда направлялся в какие-то нехорошее русло. И этот богатый человек, он сделал запись. Какую-то непонятную бумажку, он еще попал из дампа написал и дал ему такую бумажку, этому человеку. Лодочник. А лодочник, он очень простой, он не знает, не мог даже читать. Я взял эту бумажку. Через некоторое время этот богатый человек, он пошел в суд. Я дал ему три тысячи рублей, он не вернул мне три тысячи рублей, и я должен получить его землю, как мы и договаривались. На следующий день позвали. Долженка дошла вещь, что его вызывают все. И тогда судья, он спросил, ты брал деньги у богатого человека? Он говорит, да. Он говорит, а ты отдал ему обратную деньги? Он говорит, да. А богатый сказал, ты же не отдал мне обратную. А лодочник начал плакать и сказал, я отдал деньги обратную. В течение трех лет я очень тяжелым путем откладывал эти деньги. И он говорит, у тебя есть какие-то документы, доказательства? Он говорит, я не знаю, Господь знает, Рам Лау, он все знает. Он всегда говорил это. И Рам Джалал знает. И лодочником плакал. И судья сказал, уходи. Говорит, ты когда отдавал деньги, дали бумажку или нет? Он говорит, Рам Джалал только знает. Он был очень простым. И судья подумал, Рам Джалал, наверное, это какая-то личность его дилемии. И он говорит, был какой-то свидетель или нет этого? Он говорит, Рам Джалал только знает. Он пришел главный судья, и он говорит, кто такой Рам Джалал, где Рам Джалал. А в деревне не было никого Рам Джалала. Может быть, там в храме конь Худжарива имя Рам Джалал. А Худжарива? А Худжарива? Ему сказали, вот пришла такая бумажка из суда. Ну, сделал и подписал. Он был такой же простой и читать не умел. И ночью, люди, которые умели читать, я не знаю, что это за письмо такое. И в храме начали читать и говорить, а что тут за Рам Джалал, кто из вас разжевал? А Худжарива в итоге подписал эту бумагу, и все подумали, что как будто бы он есть, а это Рам Джалал. И он стал встречать. И судья, он начал кричать, где Рам Джалал? Я спросил судью, придет ли свидетель или нет? Он говорит, да, да, придет. Два или три часа. Они ждали, а Рам Джалал никак не приходил. И уже суд должен был закрываться. Уже было около пяти вечера. И в этот момент судья спросил. Давай, последний раз смотрим, пришел какой-нибудь свидетель или нет. Спроси еще раз, пришел Рам Джалал или нет. И он закричал снова, кто из вас Рам Джалал? Это да? Пошел какой-то очень старый человек с джурбаном на голове. Он говорит, ой, судья, подожди, я иду. Он был очень старый, может быть, ему было девяносто лет. И судья спросил, твое имя Рам Джалал? Он сказал, да, да, мое имя Рам Джалал. Он говорит, где ты живешь? Говорит, я жил в деревне этого лодочника. Он спросил, хорошо, скажи мне, давал ли этот лодочник деньги этому богатому человеку? И когда он давал их, ты был ли там или нет? А в деревне все отвечают так, а почему нет? Почему нет? И судья услышала и сказала, ну хорошо. Когда он отдавал деньги обратно, ты это все видел? Он отдал их или нет? Он сказал, да. А где же документы? Где же чек? И Рам Джалал сказал, о, ну, богатого человека, я тут сказал. Ну как это возможно? И он рассказал всю историю. На самом деле, этот богатый человек, он отдал чек, спросил с какими-то, просто на каляков что-то, ничего даже не написал там. Он отдал это этому простому лодочнику, а истинный чек он оставил себе. Это находится, находится в его шкафу, в одиннадцатом ящике в его бумагах. И тогда они пошли и на самом деле нашли эту бумажку в его шкафе. И этот судья он наказал богатого человека. Я освободил тогда конечно же лодочника, и судья он пришел домой, и он услышал звук, о, судья, я иду. И этот 90-летний старик с тюрбаном на голове. Так Шиампрабу у нас делает тюрбан. Вот у него был такой же тюрбан. И на самом деле он увидел, этот богатый человек, что это был сам Рамачандра. Я вам сказал, я Рама, этот лодочник, это мой дорогой преданный, самого молодого возраста, он поклоняется мне. Он полностью предавшийся душе. И поэтому я пришел как его свидетель, чтобы защитить его. И ранним утром этот судья начал плакать, потому что Господь сиренной Рамачандра для того, чтобы достичь его лодочных столб, даже полубоги, они совершают поклонение, пытаются достичь его. И он 10-15 минут просто стоял даже на судьяном корте. Я так низок, я сидел на высоком положении, потому что я же судья. Вы знаете, судья, он сидит высоко. Он сидел внизу, приводя какие-то доказательства. Когда он оставил свою работу и все богатство, которое у него было, он отдал все для того, чтобы построить прекрасный храм Рамачандры. Может быть, вы знаете эту историю. И так появился новый храм Рамаситы. И этот судья, он даже никогда не заходил в этот храм, он просто кулакал. И до сих пор этот храм называют в честь этого судья. Потому что он сокрушался от того, что он незначительная джива, и он сидел на высоком положении сверху. А Господь, который является Верховным Господом, который занимает наивысшее положение, он сидел внизу. Это никак не давало ему покоя. И он жил на подъеме в Раджавасе. И он совершал баджан. В итоге он оставил свое тело в полном похвалении Господу, проводя арити. И с этих времен этот храм, говорят, что это храм судьи Сагена. М Cinema, сегодня он ждетвигательства, который требует предложение исправления господина Натальи Сагенаants. То есть, вы 쓱 непрога. Здесь условия intra пikt abre. Да, да, по ночам, которое мешает в asiку. Даже нужно подключить спирт, которое нашими развppings из комиссии, в государство завOD Продолжение следует...